Россия возобновила поставки угля Украине сразу после возобновления Украиной подачи электроэнергии в Крым. ДНР сообщает, что возобновила поставки угля на Украину практически одновременно с Россией. При этом факт энергетического голода признан министром энергетики Украины. Обычно в западных СМИ тут же появляется заявление Яйцуника или Порошенко о том, что большая злая Россия опять обижает маленькую беззащитную европейскую Украину. В данном же случае этого не произошло. Даже Путину никто не винил. Как связаны возобновления поставок угля Украине с возобновлением поставки электроэнергии в Крым? Почему незалежная не подняла скандал о прекращении поставок? А также какие методы есть у России, чтобы влиять на Украину? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ политолог Ростислав Ященко. Президент Российской Федерации непосредственно указал на взаимосвязь в этом смысле и подчеркнул, что Россия восстановится ставки угля, потому что восстановлено энергоснабжение и действует контракт. ДНР действует в унисон с Россией. Да, это ни для кого не секрет. Министр энергетики Украины заявлял о том, что проблема не просто чувствительная, а критическая. И именно он требовал восстановить энергоснабжение Крыма в связи с тем, что Украина перестала получать энергетический уголь и может наступить энергетический коллапс. Энергетический коллапс зимой не лучше вариант перемоги, но все же в западных СМИ так и не зазвучали обвинения в адрес Путина на эту тему. Но почему? Во-первых, потому что соглашение о том, что Россия поставляет уголь на украинские тепловые электростанции в обмен на то, что Украина поставляет электроэнергию в Крым. Украина не выполняет свои обязательства. Еще, собственно, Россия должна поставлять энергоснабжение. Начала выполнять энергоснабжение. Второе, Запад сразу осудил террористические акты, которые привели к подрыву, упор и прекращение энергоснабжения Крыма. И Запад не мог поступить по-другому, потому что сегодня взрывают опоры, завтра взрывают газопроводы и прекращают газы, чем в Западную Европу. Это же неприятно. Народные республики непосредственно давить на Киев не могут, потому что Киев не воспринимает их как партнеров по переговорам, поэтому ДНР и ЛНР действуют в унисон с Россией. Но у России есть инструменты для давления на Украину, если что, уверен эксперт. А вот надо ли России это? Можно прекратить поставки угля, да. И можно вообще не только угля, а можно вообще добиться достаточно быстрого распада украинского государства. Наверное, это можно было сделать еще в прошлом году. Но дальше возникает вопрос, а что с ним делать? По мере возможностей или по мере необходимости Россия усиливает давление на Украину. Но взять все разрушить, впечатляет сейчас. Я думаю, что это как минимум на сегодня нецелесообразно. Россия, в принципе, может все что угодно. Вопрос только в том, насколько это выгодно самой России и насколько это отвечает ее национальным интересам. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова